Уважаемые зрители Напугала меня Я думал, моя теща Но у моей-то голос погрубее будет У меня теща змея По гороскопу, по гороскопу А по жизни Блоха кабанообразная Вернее, кабан блохастый В общем, свинья кусачая А она, теща, работает надзирателем В тюрьме В мужской Заключенные ее, как чумы боятся Теща на дежурстве Для них высшая мера Они у них, как грешники в аду Не бежать, не повеситься Один уголовник, рецидивист Решил совершить побег Так отгорел его в два прыжка Догнала, а так ему задницу надрала Что он свои пять лет теперь не досиживает А достаивает Теща В одном дворе с нами живет В доме напротив В гости каждый день приходит Ты представляешь, что у меня дома творится? Стой назад Руки за голову Утром на работу собираюсь Теща уже над душой торчит Уши почистил Майку в трусы заправил Деньги на пирожок взял Верни на место, ворюга Вечером с работы возвращаюсь Теща уже тут, как тут Ты почему до сих пор не на нарах? Я говорю А ну марш в койку Да какую койку? Я еще ужин не съел Я тебе помогу В выходной день Вышел Минут на двадцать прогуляться Теща в бинокль за мной проследила Возвращаюсь Она меня уже во дворе поджидает Придурок Ты че это пиво пил, да? А ну-ка руки вверх Ноги на ширине плеч сливай Нет, я пробовал с ней по-хорошему Пробовал Я ей говорил Тварь Иван А, то есть Марь Иван Марь Иван Марь Иван Я же не мальчик, я мужчина Что вы меня все время это учите жизни Она мне говорит Ты не мужчина, ты рахит Даже ночью от нее покоя нет Залазит по пожарной лестнице И в окно следит, как я сплю Просыпаюсь как-то среди ночи Башка знакомой в окне торчит Ты че это всю ночь с открытым ртом спал, а? Мало тебя наяву кормят жук прожорливый Я говорю, какой кормит? Я уже с голодухи свечи грызу Не бреши Ты вчера без меня целых десять вишен съел Я косточки в ведре посчитала Я говорю, ага, вы еще жучок в унитаз поставьте Зайду в уборную, она дверь подпирает плечом и радуется Говорит, посиди в карцере, подумай Я уже ей там песни ласковые пою Теща моя мелькает из-за тучки То пропадет, а то припрется Супруга моя, в смысле, за меня заступается Говорит, мама, ну выпусти его Она говорит, ничего, доча Посидит, выйдет человеком Как-то смылся от нее с собакой погулять Так теща меня догнала Поводок из рук вырвала И говорит, придурок, смотри, как надо И начала собаку выгуливать, как заключенного Был джек, стал зэк Морда опущена Ходит по кругу на задних лапах Передний за спиной держит Ну как с такой тещей жить? Я, честно говоря, пробовал веревку намылить Теща пришла, мыло линейкой померила И говорит, утром было намного толще А тут как-то сижу на кухне, макароны ем И вилку уронил Жена говорит, о, мама к нам идет У меня аж макароны съежились И точно, дверь открывается Тещина рожа во весь экран Извините, что помешало вам жрать на ночь Просто я тебе, придурок, сандалики налито купила Посидела с нами, все со стола подъела и ушла Я от досад опять вилку уронил Опять теща Так уже не знает, зачем пришла Совсем забыла вам сказать У вас грязюка в туалете страшучая Я туда ногой не ступлю Принципиально И уходит Я уже ради эксперимента в третий раз вилочку со стола, хоп, тёща приходит, только уходит я, хоп, тёща приходит, только уходит я, хоп, тёща приходит, только уходит я, хоп, 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 только уходит, в общем, полчаса так игрался. Подожду, пока она с пятого этажа на первой спустится, а у нас лифта нет, вот, вилочку со стола, хоп, и она обратно через пять этажей к нам канделяет. В общем, три дня после этого не приходило. Потом приперлась к нам на арбуз. Минут десять посидел, пол арбуза схомякал, а потом говорит, я на минуточку отлучусь, без меня не доедайте. А вы помните, да, что она к нам в уборную принципиально не ногой. Побежал к себе в соседний дом, я в окно проследил, пока она в свой подъезд вступит в вилочку со стола. Хоп! И теща обратно через весь двор, через все пять этажей, а к нам принципиально не ногой. Опять бежит к себе, я опять хоп! В общем, я полчаса ее так хопал, пока она хоп и напрочь разлюбила арбузы. Месяц после этого не приходила. Потом приперлась такая деловая. У меня сегодня ответственное спецзадание. Буду конвоировать особо опасного преступника Васю Пипетку. И поехал на работу, а ей до тюрьмы час добираться. Я через час вилочку со стола, хоп! Думаю, сбежит, тещу с работы выгонят. Еще через час удары в дверь. Открываю, на пороге стоит теща, а к ее левой руке наручниками прикован Вася Пипетка. Морда втриобхвата, по всей лысень наколка. Киллер, не трать пули, все одно отскакивают. Теща говорит, придурок, поздоровайся с авторитетом. Ну, а я же не знаю, как с ними. Говорю, Василий, здорово! Он мне говорит, здравие, видали у волка педали. Я говорю, вы меня извините, может, я что, не так ляпнул на нервной почве. Говорю, человек нервный с этой тещей. Вот вы, говорю, я поражаюсь. Вот вас хоть и посадили, а вы так держитесь по-боевому, петушком. Ой, что тут случилось? У Пипетки глаза кровью налились. Он говорит, да я тебя, прыща, размажу. Тут моя теща. Слегка так на него взглянула, говорит, ты на кого это батон крошишь, Пипетка, приходованная? На моего родного зятя? На сына моего единственного? Да он мне дороже дочери. Он ни разу в жизни меня не ослушался. Я за него тебя, волка педального, на крюке у Бормана запрессую, гнида ты свинорылая. Авторитет на колени перед тещей упал, говорит, Мария Ивановна, простите, великодушно, я же не знал, что этот учтивый джентльмен ваш зять. И такая гордость меня взяла за тещу. Думаю, ни у кого такой нет, только у меня. Взял я эту вилку и выкинул. И вы представляете, теща к нам больше не приходит. Она у нас живет! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь Ивановна, там недоносок и подлюка, кажется, пришел жениться. Зятек мой бывший, ты смотри, какие мы смелые, а! Ой, хорошее. Господи, сегодняшний я смел. Слушенька, что с ними? Не беспокойтесь, девушка, просто жених встретил свою любовь. Точно. И не совладал с чувствами, да? Любовь его. Да, да, да. Любовь всей своей жизни. Ой, какие красивые. Ой. Ну что, мои хорошие, дорогие мои, начнем? Угу. Давайте. Итак, сегодня 24 августа 2018 года вступают, надеюсь, в законный брак Оксаночка и Александр. 24 августа это самый прекрасный день для проведения свадьбы и создания крепкой, надежной семьи в этот день. В 79 году произошло одно из самых страшных извержений вулкана в Везувии. Три римских города были уничтожены полностью, среди них знаменитые Помпеи. В этот же день, в 1572 году, произошла кровавая Варфоломеевская ночь, где было убито огромное количество гугенотов и просто перерезали горло. в 1879 году родился Иозеф Геббельс, один из самых страшных ближайших кровавых сподвижников Адольфа Гитлера. А также в этот день, уже в 1955 году родился Анатолий Чубайс. Хватит! Сегодня ваши сердца дают обещание биться рядышком всю последующую жизнь. Конечно, если один из вас не является подлым предателем и мразью. Я хочу обратиться сейчас к вам, дорогие присутствующие. А есть ли среди вас те, кто но пока еще не поздно хочет сказать правду? Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Я... Да, пожалуйста. Я хочу. Да, заходите. Девонька моя, доченька, это мой сосед сверху. Каждый день со своими друзьями наркоманами он устраивает оргии до утра. Хорошо, что он нашел туг, который готова принять его со всеми его грехами. Что вы говорите? Еще кто-нибудь там у нас? Пожалуйста. Я однажды вот этому извергу сделал замечание за то, что он писал в подъезде. И тогда вот этот изувер сломал деревце, посаженное первоклашками, и ударил им меня. С тех пор я и хожу с палочкой. Это абсолютно неправда. Я не писал в подъезде и не ломал никаких деревьев. господи, клеветать на старика. Что еще можно ждать от этого человека? Я боюсь спросить. Может быть, еще кто-нибудь? Да. Это мой муж Александр. Он бросил меня одну беременную с тремя детьми, и я теперь каждую неделю сдаю кровь из вены. Вот, чтобы выплачивать ипотеку. Сашенька, это правда? Это не мои дети. Папка, папка, не отказывайся от меня, папочка. Ну что здесь происходит, Саша? Сашенька, я тебе объясню, дело в том, что это моя бывшая, а это ее мама. Это они все подстроили. Мы всего месяц с ней были женаты. С тех пор я 10 раз пытался пожениться, они каждый раз что-нибудь придумывают. Я тебя умоляю, не бросай меня. Я тебя умоляю. Скажи мне, да. Саша. Да. Да, по счету. Ой, господи, господи. Вот, вот, вот. Убью. Саня. Санечка, ну что ты, ну все, ну хватит бегать-то уже, а? Лучше моей Катьке все равно ведь не найдешь, Сань. Они-то таки проходят в бобылях. Это уж мы тебе обещаем, Саша. Ну давай, Саня, ну что ты, ну все готово. Свидетели есть, регистратор есть. невеста вон, согласна. Не слышу радости в голосе. Да, мам. Да, мам. Вот. Жених у нас согласен, Санечка? Я говорю, согласен, жених. Хрен с вами. Дети мои, объявляю вас мужем и женой. Будьте счастливы, идите, идите отсюда, стройте семью, идите, идите. Да встань ты, господи. Многие мужики, тёщи своих не любят. А я, тёщу свою, Зинату Григорьевну, люблю с детства. Не, ну, зря хихихать, потому что, ну, мечтаешь всегда, какая она будет. Не жена, а вот близкая родственница. Где жить будет? Сколько тысяч километров до неё? А у меня тёща, она продвинутая такая, не двинутая, а продвинутая. Она даже вот с дочкой моей общается по скайпу. Ну, владеет ситуацией. Всё время в интернете там общается. А меня дочка спрашивает, пап, а вот откуда человек произошёл? Ну, я ей эту байку про обезьяну рассказываю. Это обезьян. А тут тёща на связь вышла, по скайпу они болтают, она дочкой кричит, пап, пап, наш обезьян на связь вышел. Тёща говорит, ты придурок, чему ты ребёнка учишь. Вот. Ну, я так тихоря вышел из комнаты и в душ. Только нам мылился, дочка через две кричит, пап, пап, с бабушкой попрощайся и планшет не был. Я сказал Зина Григорьевна, извините, иногда моюсь. Она сказала, где же моя дочь это добро нашла? Я говорю, тогда до свидания, тёща. И ногой её раз под дверь. Обиделась. Обиделась, приехала. Мне одна приехала, скотину свою взяла. У неё кот такой, такой, берзопакостный. Ну, он повадился не в лоток ходить, а ко мне в тапочки. Ну, я, я не злой человек. Ну, я взял, ну, просто, чтобы отучить скотину, взял два проводка от аккумулятора, тапочки провёл и думаю, ну, давай, спорь со мной. Ну, я же не знал, что тёща ночью пойдёт в определённом направлении и перепутает тапочки. Ну, вы, вы видели когда-нибудь вот это, когда ламбада чечётка капака и сальса? Вот, всё вместе, когда вот этот танец тёщи исполнял, я, я, не, я, я хотел, я же не злой человек, я хотел выдернуть эти вот два проводка и вот автоматически, вот до сих пор прям плачу, сделал музыку погромче. Ну, и, конечно, заснял дурак на телефон и в Ютюб бросил за месяц миллион просмотров, представляешь? Ну, и, конечно, опять скандал, а тут я же навигатор всегда домой забираю из машины, у меня навигатор, ну, такой приличный, вот тут зашёл с навигатором и сразу в туалет, ну, оставил его случайно, ну, случай такой, так ночью тёща в туалет пошла, только присесть хотелось, вдруг снизу, возьмите правее, она же как всем весом, а тут же дальше круговое движение, она же, и маршрут построен прямо 200 метров, она башкой как дверь выбила, нет, а тут я дрова колю, ну, никого не трогаю, вот на улице, стою, колю дрова на даче, колю, вот, хорошо топорик поточился, вдруг жена опять, быстро сбегай, мамку встреть, скажи ей, что мне в магазин идти, пусть разменяет там в ларьке, помельче порублю, я говорю, сейчас я, она говорит, быстрее, что я тебе сказала, она иногда хамит, ну, я как был, как рванул, тёща меня увидала, я не знаю, такой кросс сделала, знаешь, вот, если бы олимпийские игры были, вот, первое место точно, кричит, убивают, убивают, а я кричу, порублю, она просит, это потом я понял, что я с топором бегу, ну, догнать не смог, но прибежал на берег пруда, она уже на сосну, залезла на самую верхушку, сосна с оклоном, я думаю, чуть-чуть, тюкну здесь, вот, у основания, говорю, тёща, я вас спасу, лишь бы, земля была не твёрдая, она, что? я говорю, земля вам пухом, и как дал по этой, и как этой, все, сосна, не, она нормально разбилась, она же не на асфальт, земля ей была пухом, она на костылях ходила, так я же добр к побуждению, говорю, Светлана Григорьевна, жду, когда вы костыли отбросите, и вдруг, понял, что могу отмазаться, путёвки взял, в Грецию, на троих, тёща, я и жена, первое жилье прилетели, первый день в Грецию прилетели, ну, гостиница, всё как положено, одна звезда, но, какая, вот такая вот звезда, прям он, полгостиницы, и тут же ресторан, шикарный, лавки деревянные, все, две, ну, а я по-гречески, как по-русски, я говорю, пацан, ну, подбежал, я говорю, значит, так, мне это, баранину, ну, такую, обычную, баранину, вот так, бе-е-е-е-е-е, ну, понял, сразу принёс баранину, я удивился даже, ну, греческие лёгкие, вот, ну, жена, говорит, мне куриную грудку, я ему, пак-пак-пак-пак, и жену за грудь, пак, тут же принёс, ну, от тёщи, говорит, а мне яичницу, я как, представил себе, я говорю, тёща, нельзя что-нибудь, даже подороже, но, как бы, поприличней, она говорит, хорошо, мне тогда, не знаю, поросёнок с хреном, ну, я говорю, а когда стал объяснять, полицию вызвали, в общем, выкили нас из ресторана, благо, ресторан рядом, гостиницы, сидим голодные, жена говорит, хочешь отмазаться, сходим, мы в зубную пасту, забыли, мама просит, я побежал, это ж проще, чем в ресторане, нарисовано всё, купил тёщу, раз, она как, начистила, я ж не знал, что это клей для зубных протезов, и вот тёща, наконец, поняла, что такое рот на замок, ну, я думал, всё, конец, и вдруг, вот, как с неба, знаешь, вот, ангел послал мужика, влюбился в неё без памяти, когда увидал её в Ютьюбе, мужик этот, ну, видно, у него с памятью проблема, потому что тёщу влюбился, я всё время хотел на него полететь, мужик без памяти влюбился, когда увидал, как она танцует, в ламбаду с этим сальсой, нет, мужик, молодец, он честный человек, предложил, сделал, теперь они все вместе живут, тёща с котом своим, значит, этот мужик, две большие собаки, трое взрослых детей, живут вместе, вместе, я плачу, у нас дома. Я, я вот подумал, всё-таки, это же вот, какое счастье, вот, многие думают, как это может быть, а это может быть, только, если у каждой тёщи будет такой, такой любящий, умный, и благородный. В днях был вечер ораторского искусства, мы с тёщей орали друг на друга. Не, я, главное, сижу спокойно, пью пиво, никого не трогаю, а тёща над душой вот стоит, вот стоит и зудит, и зудит, и зудит, опять он пьёт пиво, нигде не работает, только пиво пьёт, и весь холодильник в пиве, весь унитаз в пиве, я выкиду его поганое пиво со своего холодильника, Так рвануло его за дверцу, что свой же холодильник на себя же и повалило. Скулило на все девять этажей. А я ее спас. Под утро держал на пупе этот холодильник, пока она выкарабкивалась. И она вместо того, чтобы мне спасибо сказать, отряхнулась и говорит, вернусь, я себе винегрет сделаю и бегом на работу. У нас только теща работает, больше дураков нет. Только я расслабился. Звонок на домашний телефон. Интеллигентный мужской голос, но очень возмущенный. Это я потом дотумкал, что он был из общества защиты животных. К ним поступил сигнал, что кто-то в нашей квартире мучит собаку, и она всю ночь скулит. Но он не представляется сразу с угрозами. За издевательство над беззащитным существом пойдете под суд. Он-то про собаку. А я-то подумал про тещу, говорю, мужчина, какой суд вообще? Она сама виновата, говорю, я ее не трогал, спокойно пил пиво, а она гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Голос в трубке говорит, а вы ожидали услышать человеческую речь? Они все гавкают. Это их способ общения, такими их создала природа. Я говорю, ну так же невозможно жить, каждый день на меня рычит. Она вас боится. Наладьте контакт с божьей тварью. Я говорю, а как с ней наладить, тем более не с божью? Он говорит, приласкайте ее, пусть она ляжет рядом с вами, положит голову вам на ногу. Он-то про собаку, а я прицел, как теща мастырится ко мне на коленку. Говорю, мужчина, да вы что, она меня укусит. Она вчера прям с цепи сорвалась. Может, ей шейку натернуть? Я говорю, да ладно. У ней на шейке моя подарочная цепочка. Она натереть не может, потому что из мягкого легкого материала. Червоного алюминия. Этот защитник собачий говорит, какая некомпетентность. Заводят потом, не знают, как ухаживать. Я говорю, да кто ее заводил-то? Она сама завелась. Приблудилась, что ли? Я говорю, вот вы тут точно подметили, мужчина. Именно приблудилась ко мне вместе с женой. Он кричит, тем более вы должны наладить с ней контакт. Нужно уважать любовь вашей жены к прекрасному. Для моей супруги, например, это он говорит, да? Вершина счастья, когда ее самое дорогое существо тихо прокрадывается в спальню, сует морду под одеяло и пролазит, ложась между мной и женой. Я говорю, знаете, уважаемый, оно может и для моей жены это существо дорогое, но если бы оно хоть раз так проползло, меня бы уже лечили электричеством. А ее бы заземлили давно. Он восклицает, ну это же мило! За ними же так интересно наблюдать! Наша, например, собачий адвокат говорит, очень любит купаться, что в ванной творит, прыгает, воду кусает. Я так послушал, думаю, надо же, у меня еще не все так плохо. Люди вообще вон с каким-то сумасшедшими тещами живут. А сам ему говорю, мужчина, да если моя в ванну сиганет, вся вода будет на полу, а ванна на первом этаже. А он, значит, адвокат собачий, мне советует, а вы ее держите за загривок и мойте. Я свою, например, сам мою, а потом выношу ее из ванны, завернутую в полотенчик. Я в шоке, думаю, может, я, конечно, отстал от жизни, надо же, какие мужики есть. Тещ на руках носят в полотенчиках. Он продолжает, уступайте ей во всем. Вы же умнее. Я говорю, согласен. Вы на другой ступени эволюции. Я говорю, продолжайте. Не опускайтесь до ее уровня. Вы человек. А она, она, за вашу любовь будет приносить вам тапочки в зубах. Я говорю, вот тут, пожалуйста, поподробнее, как этого добиться. Он говорит, очень просто. Погладьте ее по головке, дайте кусочек сахара, поцелуйте в носик, почешите за ушком. Я переписал все пункты, дружески с ним распрощался. Весь день провел в мечтах. Представлял тещу с тапочками вместо вот этого. Вечер. Дверь открывается, заходит теща. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды. Я улыбаюсь, она замерла. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Дрожащей рукой в резиновой перчатке глажу ее по волосам. Та-та-та-та-та-там. Теща рот открыла. Думаю, не врал мужчина, рот открыла, чтоб тапочки мои закусить. Я воспользовался этим моментом и в открывшуюся зяполку закинул кусок рафинада. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Теща сумки выронила. Я надеваю медицинскую маску, целую тещу в шнобель. Она к холодильнику привалилась, еле дышит. срываю перчатку и... Рр-р-р-р-р-р-р-р-р Чешу тещу за ухом. Теща медленно сползает по холодильнику. И с того самого вечера нет, тапочки в зубах не принесла, но Она мне не то что грубого слова не сказала Вообще онемела Да? Лежит и молчит В отдельной палате Вот что с людьми делает Ласка Я автослесар четвертого разряда А дружок мой охранник в ночном клубе Как-то говорит Если хочешь хорошие бабки срубить Поехали со мной У нас говорит В элитном дамском клубе Стриптизер за ним Открытый вывих левого бедра Надо подменить Приезжаем Хозяйка спрашивает Вы кто? Я говорю Стриптизер автомеханик Зовут Степан Она говорит Отлично Степа Дамы уже собрались У нас сегодня Корпоративная вечеринка В зале лучшая половина человечества Тещи Нужно их довести до иступления Я говорю Ну и как же мне их до иступления доводить? Она говорит Очень просто Сначала разденьтесь Ведите себя понаглее А потом просто Выполняйте их капризы и просьбы Я говорю Если будут просить запчастей Не дам И тут она выталкивает меня на сцену Как был из гаража Фуфайки В ватных штанах И сапогах И сапогах Овация в зале продолжалась минут пять Я присмотрелся Самих тещ не видно Только глаза из сумрака Горят как у вурдалаков Слышу хозяйка кричит Пора раздеваться Ну я фуфаечку снял И кручу на собой Как флюгер Слышу тещи кричат Нам кидай Ну я и запустил ее в зал Одна поймала Ее тут же унесли В карманах были пассатижи Болты Гайки Лом Кувалда И три домкрата У Тамерлана доспехи Вместе с лошадью Легче моей фуфайки Я продолжил Снял сапог Вместе с носком Виск и стоны Кричать не надо У меня аж пятки Дюбеля забиваю Ногтям покрышку Собода снимаю Когда я пытаясь Снять штаны Начал откручивать Проволоку на ширинке В зале послышались Крики Браво и громогласно И ура А когда оказался В одних семейных трусах Тещи аж захрюкали Отчасти Сколько дома Не раздевался Ничего подобного не было А здесь такой успех Слышу кричат Танец давай Я исполнял Танец любви Яблочков В присядку Музыку Никто не слышал Колени Хрустели так Будто рота Солдат Ела сухарики Емеля Слышу хозяйка Сволочь Орёт Белый танец Дамы приглашают Кавалеров Но они на меня Всем табуном Чувствую Могут затоптать Я сапогом Замахнулся Кричу Назад Сам подойду И пошёл Между столиками Развратной походкой Сбивая бёдрами Коктейли со столов Слышу Кто-то сзади Обнял меня Мёртвой хваткой Да Я тоже думал Руками Бюстом Сомкнулся На шее Как спасательный Жилет Еле выскользнул Спасибо солидону Я им до этого Обмазаться Жоб блестеть Как все стриптизёры И тут В мои трусы Упала первая Купюра Неожиданно И щекотно Мне понравилось Через минуту Я уже сам Оттягивал резинку Для подношения Прекратил это Безобразие После того Как одна старуха Полезла туда За сдачей Хотя я точно Помню Что сыпала мелочь Слышу Хозяйка Орёт Стёпа Шест Смотрю Действительно Шест стоит Лёгким движением Руки Я сделал Из семейных Трусов В стринге И полез На эту трубу Как электрик На столб Оказалось Это был Ржавый Водопровод Стекловат И ждавший Ремонта С прошлого Века Этому Тут же И лопнул В трусы Ударил Горячий Пар Пар был Настолько Горячий Что Глаза На лоб Вылезли Даже у Американского Президента На 100 Долларовой Купюре Что лежало У меня В трусах Короче В больницу Я попал С ожогом 14 степени Абсолютно Всех Конечностей Когда очухался Я понял Что деньги свои Я отработал Сполна Но мужской Стриптиз С тех пор На дух Не переношу Хотя Когда приглашают Иду Превозмогая Страх Потому что Настоящий Мужчина Должен Делать Все Что хочет От него Женщина Спасибо Абсолютно 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 Хорошо Перекусить Нормально Пойдет Привет Бабанька Колька Все пьянство Пишешь Седьмой день Пьянство Ты что такое делаешь Как мне стыдно Коль Тебя Коленька Че А ты че Миленька Такой радостный А че Мне не радоваться Я тещу Отправил В дурдом В дом отдыха На черноморской Побережье Не бойся На черный море Купаться Что Город Курорт Анадырь Погоди Коль Анадырь Это ж вроде Заполярным кругом Да ладно Да ладно Анадырь Черноморское Побережье Кавказ Это Сочи Или Жиг Анадырь Коля Может быть Анапа Вон она Чего еще Давайте Сами Разбирайтесь Мы пойдем Пожалуй Анадырь Говоришь Ну Ну Здравствуйте Светлана Привет Светлана Привет Светлана А ну-ка Дыхни Милая Я сухой Как памперс А что тогда радуешься? А что мне не радоваться? Чем дальше ваша теща Чем жить намного проще Кстати Почему мама не звонит? Я так волнуюсь Ну а что ты волнуешься? Ей там хорошо Солнце Море Теплый снежочек Песочек Ты знаешь Я По маме Так скучаю Ага Да Она по тебе тоже Сильно скучала Когда в поезд сажал Ехать не хотела Пришлось Насильно Ее вагон Заталкивать И все равно У меня сердце Как-то неспокойно Ты случайно Поезда Не перепутал? Нет Не перепутал Ну и главное Как вагон-то зашли Я у проводника Спрашиваю Говорю Че еще Данадри Данадри Не довезешь? А он Он так посмотрел На нее Говорит С такой Говорит Женщиной Аж до самого Полярного Кругом Юго Можно доехать Как-то ты Странно Заговариваешься Ты точно Ничего не перепутал? Да нет Ничего не перепутал Век тещи Не видать Ладно Надеюсь Мама благополучно Доберется До санатория Да Кому и вагон Санаторий Ты что-то сказал? Я говорю Нормально Доедет До самого Курорта А соседи По купе Хорошие попались? Отличные Ребята Ну Два Якута Домой Ехали И все равно Как-то на сердце У меня неспокойно Мне такое ощущение Что с мамой Что-то не так Мне даже сон приснился Представь себе Мама В одном купальнике Бежит по снегу От волков Чему бы это? Да ладно Все нормально Ну я А волки Ее Не догнали? Ну я говорю Все нормально Значит Ну доедет Там же от станции Да на оленях На маршрутке Говорю Рукой подать Я смотрел Вот столько По карте И карта на сердце Мне все равно неспокойно Ты случайно прогноз погоды Не слышал? Слышал Отличная погода 30 градусов Плюс-минус Главное Чтобы Маме Знаешь Чтобы она там На солнышке Не околела Не обгорела Хорошо Что я положил ей крем От загара Нужно было еще Положить резиновую шапочку Ушаночку Какую еще ушаночку? Ну чтоб маме Ушки не надуло Если она купаться Полезет Сдуру Ну я надеюсь Вода-то там Теплая? Теплая 25 градусов Если айсбергов не будет Какие еще айсберги? Что ты все время заговариваешься? Ты точно ничего не перепутал? Почему мама не звонит? Что ты расстраиваешься? Ей там хорошо Ну представь себе Оденет она свое Вечернее платье Поверх телогреечки Встретит какого-нибудь Снежного Нежного человека Пойдут куда-нибудь в чум Мовой ресторан Ровантический ужин Огненная вода Шашлык у свежей моржовины Баранины Одним словом Мерзлота Красота Однако здравствуйте Мама Анастасия Афигеновна Ага Вы Мы Вы Мы Она Я Как отдохнули Мама Спасибо Зятек Кстати Хочу вас Кое с кем Познакомить О Знакомьтесь Мой новый муж Малыш По прозвищу Варкующий с моржами И его Милые детки Бердым 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 Посмотрите Какие они Симпатичные Чистоплотные Тихие Мы у вас Немножко Поживем Мама А Долго Немножко Не Ну что Ты всего Одну Ночку Полярную Я приехала На север Думала Что мне Киланды Но Одним Морозным Утром Тундр Повстречался Ты Поискрестому По снегу На собаках Ехал я И увидел Как от волка Трапала Любовь Моя Мы Приехали В августе На оленях Утром ранним Будем жить В одной Квартире Кундре Будет Весь Наш Двор Эхей А на Маленькой На кухне Мы Устроим Чунцы Трайны В больни Будут Жить Собаки И горит Большой Костер Эхей Что это было? Полный Кирдым Бирдым Мама Добрый вечер Многие спрашивают Какая сволочь Виновата в том Что у нас с футболом Такая беда Мне кажется Эта сволочь Живет у меня В квартире В квартире Кроме меня Проживают Еще два Любимых существа Жена И туроператор Туроператорами Называю Любимую Тещу Потому что Всякий раз Когда мы С ней случайно Пересекаемся У тещи Возникает Дикое желание Меня куда-то Послать Отношения у нас Не очень уважительные Очень Теща любит Повторять В семье Последнее слово Всегда должно быть За мужчиной И это слово Слушаюсь Мы обращаемся Друг к другу Только по имени Отчество Правда Отчество Все время Разное Бывало Говорю Доброе утро Зоя Заразовна Да какое там Доброе Когда вы рядом Сергей Балбесович Я вот думаю Зоя Падловна Что вам на день Рождения Подарить А подарю Сколько я вам плиту Как приятно Сергей Скотинович Какую плиту Электрическую Ну что вы Для вас это мелко Мраморную Кстати Каждое утро Теща начинает Со слов Ой деточки Я же скоро умру Я даже не выдержал Крикнул Сколько можно обещать Однажды по телевизору Теща услышала Что при помощи фитнеса Можно легко похудеть Не выходя из дому Как назло На полу Лежала вся моя жизнь Раскрытый ноутбук Почему она решила Что это весы Услышав под собой Хруст осколков Теща вынесла Приговор нам всем Будем худеть Я навсегда Запомнил Этот черный день Начинался Кубок чемпионов Бавария ЦСКА У телевизора Сидели двое Я И Вобла Не успел я Поцеловать Пивное горлышко Как дверь в комнату Распахнулась На пороге показалась Теща И видок у нее был Такой Что Вобла Вздохла во второй раз Сверху Блестел топик На босу грудь Снизу Краснили лосины С портретом Ван Дамма Правда на бедрах Тещи Ван Дамм Больше был похож На таджикского Строителя У меня такое чувство Что футболисты ЦСКА Через экран телевизора Ее тоже увидели Поэтому в шоке Пропустили первый гол Как известно Перед тренировкой Мышцы необходимо Разогреть Теща поняла Это по-своему И лихо Сушила бутылочку С пятизвездочным Коньяком После чего Закружилась В дьявольском Танго Я только успел Подумать Так вот вы Какие Танцы Со звездами Дальше Начались съемки Фильма ужасов Она села В позу лотоса ЦСКА Пропустила Второй гол Но когда Теща лихо Закинула Обе ноги Себе за голову Впервые в истории Бавария и ЦСКА Убежали на перерыв Раньше Свиска арбитра Наконец Теща зловеще Прошептала Я сейчас Уйду в астрал Я только успел Добавить И помните Возвращаться Плохая Примета Не слушай меня Она продолжала Я должна Открыть Кармические Каналы Чтобы Выпустить Энергию ЦИ Я взмолился Выпускайте Только не громко А теща Сидела в астрале На Ван Дамма Было страшно Смотреть Тут по лицу Пробежала Тревога Она поняла Что самостоятельно Вернуться к прежней жизни Я понял Пришла моя минута Слава Не спеша Допив пива Я ласково сказал И снова Здравствуйте Что Зоя Шалавовна Окорочка Затекли Ай-яй-яй Как у вас Аура-то Обвисла Теща Поняла Помощи не будет Сделала кувырок И вернулась В исходное положение Дальше Пришел Апокалипсис Она надела Обруч И стала Вращать его С таким рвением Не дай вам Бог Увидеть эту картину Только успею подумать Если от нее Сейчас что-то Отлетит Топик Не спасет А теща Увеличила Амплитуду Увеличила настолько Что стала Сама себя Аплодировать Ягодицами Ван Дам Зажмурился А ЦСКА Проиграла В сухую И вы еще Спрашиваете Кто виноват Что у нас С футболом Беда Но выход есть Месяц назад Я подарил Любимой теще Билет в Бразилию В один конец В лодке С Федором Конюховым Конечно Федю жаль Но ради Престижа страны Оле 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 Недавно Приехал К отцу К отцу Деревня Иду по улице Блин На столбе Объявление Я гляжу Отдам тещу Хорошие руки Еще бы я Телефончик Не сорвал Я 30 лет Мечтаю Свою Пристроить Желательно В нехорошие руки Чтоб Наверняка Не вернулось Ну я же не знал Что У этого Полоумного Старика Который Объявление Написал У него Лошадь Теща Завод Идиот Ну хоть бы Кавычки Поставил Игип Вся деревня Кобылу Знает А я то Не знаю Я Своей Кобыли Думаю Из плоти И крови Пирожков Съять Прихожу домой Отца нет Думаю Позвоню Деду Телефон же Есть Звоню Говорю Вы Тещу Отдаете А он Так бодренько А вы Хотите Взять Я говорю Да боже Упаси От своей Избавиться А дед Говорит А вас Тоже Кобыла Я говорю Ещё Какая Он Говорит А сколько ей лет Я говорю Я не знаю Но по моему Глубокому Убежению Она уже Лично живёт Давно Дед Говорит А сколько ей лет Узнать легко Я думаю Как это Сколько ей лет Узнать легко А А А интересно Узнать Сколько Осталось А саму Старика Спрашиваю А вы не скажете Как Узнать О возрасте Дед Говорит Просто Берёшь Её За морду Я думаю Ни хрена себе Заход Если я Тёщу Беру За морду То сразу Получаю По своей А он Продолжает Говорит Отгибаешь Ниже Губу Я говорю Стоп 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 Огибаешь Огибаешь Губу Уживой Старик Говорит Конечно Уживой Ты чё Парень Я думаю Если я У своей Тёщи Губу Отогну Она Она Тут же Отогнёт Мне Что-нибудь В ответ Притом Отогнёт Безвозвратно А дед Продолжает Значит Так Ты с ней Построже Чуть Сбракнёт Кнутом По спине Как Пускай Руку Хозяина Знает Я думаю Но это я сотни раз Проделал В мечтах А наяву Я один раз Шнурком задел Так у меня До сих пор Текстура Правого уха Точно копирует Дно сковородки А дед Дед говорит А твоя кобыла Какого роста Я говорю Блин Где-то метр шестьдесят Старик О Мелизга Моя два метра В холке Я думаю Тут Метр шестьдесят Толкнёт Не поднимется А двухметровая У меня До работы Докинет Дед говорит Моя ест хорошо У есть желудок Ведра на два Ну думаю Моя примерно так же Дед говорит А ты Овса хорошего Давай Я думаю О счастливчик А Тёща Овсом Не брезвует А у нас дома Судя по Консистенции Каши На овес Налегаю Только я Старик говорит Кошки Кормление Не главное Тренировать Надо Я говорю А как тренировать Научите Дед говорит А на шоу Тебя не объезжена Я говорю Конечно Не объезжена А сам думаю Как это Моя тёща Может быть Объезжена Если Её за час На лесопеде Не объедешь Если в коридоре Встретишься Всё равно Что с электричкой В тоннеле Если в технический Карман не нырнёшь По стенке Размажешь Дед говорит Я Свою тёщу Вовремя Объездил Теперь Не нарадуюсь Она у меня Даже в скачках Участвовала Я говорю Извиняйте Как это В скачках Старик говорит Обычно Бегала На перекодки С лошадьми Я говорю Небось Отстала На километр Он говорит Нет Третья Пришла Я говорю А чё ж не первая Да ей Этот Жокей Тяжёлый По палке Я говорю Ладно Заливать Что На ней что Человек Ездил Старик говорит Ты что Как с дуба Рухнул Ты что Не знал Что на их Верхом Можно ездить Я говорю Как Верхом На спине Что ли Он говорит А на чём ещё Закрепляешь На спине Садись В него Кобылу Бок Пятками Бах И катайся На здоровье У меня В голове Хартинка Нарисовалась Моя тёща Идёт С базара С двумя Сумками А я у неё На спине Вот сюда И спорами В бока Бах Бах Чёт Говорит Только ты её В голову Сразу Не пускай Километр Десять А она Проскочит А с непривычки Может потом Сдохнуть Я конечно Всякое В мечтах Себе представлял Ну чтоб Голопом На тёще Это уж Какое-то Райское Наслаждение Дед говорит Слышь А я свою тёщу Люблю У меня До неё ещё Две были Ну я их На колбасу Дал Я говорю Алё Как на колбасу Чего Дед говорю Да обычное дело Ты что Не знал С них Очень Хорошая колбаса Получается Вкусная Блин Думаю Как же Оказывается В деревне Многие Семейные Проблемы Колбасный Цех Решает А сам Сам Говорю Деду У меня Такое Ощущение Что мы С вами О разном Говорим Опишите Мне Свою тёщу Старик Говорит Ну тёща Как тёща Кобыла Голова Вытянутая Сухая Большие Живые Глаза Широкие Ноздри Длинная Мускулистая Шея Большие Заострённые Подвижные Уши Я думаю Ну просто Один в один Моя тёща Дед говорит Ну что Заберёшь Мою кобылу Я говорю Да что вы Не Мне Свою Пристроить Старик Говорит Значит так Если не жалко Сдай её Колбасный Цех И не мучай Я говорю А как это сделать Ночью Он говорит Чего Ночью Днём Привози Вполне Легальный Бизнес У тебя Примут Взвесит Получишь День И давай Я говорю Что ещё Платят За это Дед говорит Слушай Ты как С луны Свалился Мясо Есть Мясо Я бросаю Трубку Пулей В город Плету Тёще Какую-то Ерунду Утром Привожу Её Колбасному Цеху Дальше Уже Даже Рассказывать Неохота Меня С разделочного Стола ОМОНовцы Спасали Притом На все Мои Конечности Тёща Уже Успела Колбасную Кишку Натянуть И пусть Я ещё Жив Но теперь Мои бабы На меня Такой Хомут Надели Пошу Как Сивый Мерин Ем Один Овёс Иногда От ужаса Заржать Хочется А сил Нет Ах Нет Ой бабульки Ой Я вот понял Дорогие мои Что Борису Николаевичу Мы все пародисты Просто должны памятник поставить Потому что столько лет Кормиться за его счёт Ну вы поняли Нет У меня-то вообще история Я вам расскажу В принципе я Только благодаря В основном Конечно Борису Николаевичу Я и женился Нет Дело-то было Это в общем давно А На все мои предложения Стать зятем Моя тёща Она твёрдо Отвечала Молодой человек Артист Это звучит горько Попробуйте получить Другую Специальность Тогда и приходите Ну а поскольку Тянуть уже дальше Было нельзя Пришлось идти ва-бан Порепетировал немножко Сел у телефона Набираю Она говорит Алло Я говорю Алло Вера Борисовна Ну здравствуй Дорогая Здравствуй Это Понимаешь Это Это первый президент России Борис Ну дальше Ты знаешь Ну что я хочу сказать тебе Тут вчера у нас В Кремле Концерд был Игорёк твой выступал Оооо Ох выступал Такую Такое Нёс Мне не снести Понимаешь Ооо Так что Ты ему Пожалуйста Передай Что он Теперь к нам В Кремль Уже может Запросто Как член Понимаешь Семьи Я даже указ Сдал Там для него В Спасских Воротах Уже Маленькую Калиточку Пропилили Специально Она говорит Господи Борис Николаевич Так ему В Кремль Пойти Галстука Даже нет Говорит Ничего Мы ли не Организуем Встречу Без галстуков Понимаешь Как бы А ты Галстучек Подари ему Галстучек Подари И носочки Свяжи Вязать Умеешь Вообще У меня Большие Планы На его Счет Я вот Сейчас бы Как Собираюсь Тут Это Сначала Путина Продвинуть Она говорит Какого Путина Ну Это А Путина В то время Вообще Мало Кто знал Двое У нас Трое В ЦРУ Говорит О А в смысле Игорь Ката Твоего Христианка Вице-премьеры Подставим А там Глядишь Будет Кому Страну Передать В целом Понимаешь А ты Носочки Начала Уже Вязать О Вяжи Вяжи Давай Дорогая И положил Трубку Я набираю Опять минут Через Пять И Как бы Уже Сейчас понимаю Что Надо Мою Дорогую Тещу Уже Настраивать Как бы На такой Более Конкретный Лад Она говорит Алло С такой Уже Настороженность Я говорю Так Это кто Эта женщина Кто ты Как тебя зовут Она говорит Вера Борисовна Я говорю Так Вера Борисовна Так Ты кто Ты русская Женщина Судя по имени Русская Простая Женщина Вера Борисовна У русской Женщины Имя Отчество Должен быть русским Вера Борисовна Или Например Владимир Вольфович Это русские Имя Что ты русская Женщина Очень приятно У тебя Кто отец Она говорит Юрист Значит Ты мне Сестра Сестра Послушай Братя Володю Послушай Меня Послушай Игорь Потрясающий Парень У тебя Потрясающий Зять Она говорит Какой Зять Он Мне Еще Я говорю Неважно Он будет Зять Однозначно Ты запомни Ты запомни Если Если бы я Имел Такую ясную Голову Такой Острый Практический Ум Ты не представляешь Что бы Творилось Я справа Он слева У нас был бы Стереоэффект Ты пойми Пойми меня Простая Русская Женщина Если бы Я имел Такой ум Как у Игоря Я бы Уже Давно Сидел В белом Доме А Моника Левинская У меня Бы в две Смены Конспектировала Ты понимаешь Ты береги Береги его Прошу тебя Все Я ушел Мне некогда Слушай Как Теща Села Мимо стула Думаю Что надо Как бы Чтобы Она уже Полностью Не сломалась Думаю Надо Что-нибудь Такое Сделать Музыкальное Опять Набираю Она говорит Алло Ну что Потрясающе Здравствуй Здравствуй Давай по Простому Здравствуй Дорогая Вирулька Она говорит Кто это Я говорю Ну это Лева Лещенко Что ты Старушку Не узнала Он говорит Что-то мне Не верит Что это Лещенко Я говорю Ну хорошо Но только Для тебя Ну вот это Помнишь Ты плыли Помнишь Вышине И вдруг Погасли Две звезды И лишь Теперь Понятно Мне Что это Были Мы с тобой Старушка Какой же Какой же Какой же У тебя Человечек Игорь Ты знаешь Это Я балдею Вот вчера Сидели Вместе Ты знаешь Я Игорек Волосик Винокур И знаешь Вовчик Начал Рассказывать Анекдот Про тещу Так Игорь Вскочил Говорит Прекраси Судебезобразие Я не хочу Это Слушать Какой он чудный У тебя человечек Я потрясен Слушай Тут Волосик Еще Пару слов Сказать Хочет Алло Алло Верок Это Я Волой Ну Я Ты понимаешь Вероль Это Я Просто Это Ну Вчера Сидим Представляешь Сидим Ну Девчонки У нас Тут были Ну Немного Штук Шестнадцать Ну Топ Модели Притопали Ну Знаешь Топ Модели Ну Это Девяносто Шестьдесят Девяносто Пришли Искать Приключения На свои Вторые Девяносто Ну И Они Это Игорь Я тебе скажу Честное слово Не поверешь Верок Он Ни одной Не пропустил Всех Выгнал Всех Выгнал Говорит Идите вы На На Курсы Кройки Шитья Ну Мы с Левой Еле-еле Догнали Уже У самых Курсов Понимаешь Ну Ну Ты поняла Да Просто Потрясаю Обалденный Парень Я Ну И Хочу одну вещь Сказать Только между нами Никто не слышит Вера Тут Алла Борисовна Хотела Кристину За него Выдать Ты представляешь Представляешь А он говорит Уперся Нет Я люблю Только дочь Веры Борисовны И говорит Ни в какую И это Алла Борисовна Расстроилась Ну Хотела покончить Жизнь Хотела Жизнью Покончить Просто Это Самоубийством Хотела Покончить Жизнью Киркорова Ну В общем Ты поняла Ты Это До встречи На свадьбе Кладу трубку И понимаешь Что Вот Он уже практически Звездный Мой час Уже состоялся А вдруг У меня звонок Я говорю Алло И слышу Алло Добрый вечер Здравствуйте Это Валерия Новодворская Старая борьба С коммуняками Продолжается Скажите Мне сказали Что у Игоря Начался Брачный Период Он хочет Жениться Черт С вами С вами Я согласна Уже Выезжаю Я говорю Алло Минут Какая Новодворская Она говорит Ой Не узнал Зятек Он говорит Быстро Чтобы через полчаса У меня Я приехал К ней Чеща Встретила Меня На пороге С рюмкой Если таковые И находятся В этом зале Я хочу сказать Вам Теща Все-таки Это не диагноз Теща На мой взгляд Это Экзамен Зятек Зятек Что Нина Петровна Я на работу Опаздываю Что случилось Чую Пришло Мое время Ой Горется Какое Как же Мы будем Без вас Да что Вы такое Говорите Нина Петровна Вам еще Жить Дожить Помоги Зятек А сейчас Да не помереть Помоги Помоги Мне Подготовить Процедуру Похорон Чтобы Все Прошло Ладко Организовано А не Как Ваша С Танькой Свадьба Так вы Ж Свадьбу Испортили Сказали Ведущая Дорого Я сама Буду Вести Певица Дорого Я сама Буду Петь Стетизерша Дорого Я сама Разделу Сейчас Сначала Разделюсь Потом В таком Виде Вели Вели Все Все Кто Старое Помянет Тому Как Говорится Иглазбон Кстати Насчет Глаза Вы Когда В нашу Спальню Подглядываете Вы Хотя бы Советы Мне Давайте Что Мне Делать Амираю Пропадает Тело Сей Моей Жизни Какое Дело Делать Тебе Гадости Вовик Сколько Повторять Сколько Повторять Я не Вовик Я Владимир Путин Владимир А ты Вовик Значит Вовик Владимир Вовик В гроб Положишь Меня Лицом Вниз Почему Не хочу Видеть Как ты Радуешься Теперь Значит Слушай Меню На Поминках Устрицы Крабы Амары Красная Икра Осетрина Вы что Сбрендели Это очень Дорого А я Хочу Чтобы Твои Слезы На Поминках Были Искренними Так Значит Значит Смотри Вот Список Провожающих Иван Кузьмич Петр Митрич Пульхерия Степана Так они Все давно Умерли А Это Список Встречающих Подожди Вот Вот Список Провожающих Вот Филипп Киркоров Стас Михайлов Моргенштерн Леди Гага Николай Басков Вы что Феназепама Объедешь Что ли Что-то Да Действительно Баскова Вычеркивай Он Все цветы Себе Заберет Так Так Теперь Осталось Выбрать Дату Когда Я Покину Этот Бренный Мир Так Ежедневник Так Значит Четвертого Я не могу У меня Маникюр Пятого Татуаж Бровей Седьмого Эпиляции Слушай Помереть Некогда Я могу Шестого Но если Я помру Шестого Как я пойду На эпиляцию Я не могу Помереть Шестого Потому что Я эпиляцию Уже Оплатила Шестого Так Шестого Я за вас Схожу На эпиляцию Подожди Если Я Не успею Покориться Ты Сходи К батюшке Пусть Он Замолит Мои Грехи Вот Список Моих Грехов Это Первый Том Это Еще На выпускного И Это Памятник Мне Побогаче Сделать Какой Побогаче Сейчас Кризис Денег Нет Побогаче Наоборот Подешеве Надо искать Вот Я Нашел На Авито Бэушный Не Ну Так Ничего Почти Не Покосанный Но Здесь Написано Спи Спокойно Дорогой Федор Ну Я Основание Три Угла Наклона Матраса Вы На Цену Смотрите Это Очень Дорого Вот Наш Вариант Ну Он Жи Маленький Как Я Туда Влезу Ну Вы Как То Улезли В Чемодан Когда Вы Хотели Чтобы Я Вас В Сочи Бесплатно Провез В Поезде Ты Меня Потом Три Дня Оттуда Не Выпускал Пока Я Дыру Не Прорезла Да Ты Просто Жмор У Нас Открыли Кружок Бальных Танцев Для Пожилых Седая Кукарача Так Ты Мне Пять Лишний Дал На Кружок А Я Может Хочу Танцевать Ча 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 Какая Вам Ча 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 У Вас Одна Нога Не Сгибается На Вторую Ногу Хромаете В Руке Нерв Зажата Она Вас Выстреливает Вверх Как Шлагбаум Нам Еще Подобрать Музыкальное Сопровождение Я Уже Все Подобрал Можем Даже Порепетировать Я Счастливый Как Никто Песня Должна Быть Про Меня Она Должна Отражать Мою Внутреннюю Суть Вот Вот Песня Про Вашу Внутреннюю Суть Я Летала На Мес Давай Не Нашим Нейтральная Песня Хорошо Давай Подходит Подходит Нормально Буду В кустула Я Зашила Свои Камни Какие Камни Три Больших Камня Какие Рубины Бриллианты Изумруды Что Желчного Пузыря Единственное Что Меня Вернуло Бы К жизни Это Ча 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 Бабушка Танцующая Ча 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 Это Бред Семидесяти Восьмилетний Дедушка Который Засыпает На Пресс-конференции Руководит Ядерной Державой Это Не Бред Нефть Севеет Бензин Дорожает Это Не Бред Бузова Играет Во Мхате Это Не Бред А Бабушка Хочет Танцевать Ча 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 Бред Все Помираю Вовик Хоть я тебя и не любила Вовик Аналогично Я Завещаю тебе Десять Миллионов Двусвятая Женщина Нина Петровна Я вас Я вас Всегда Любил Просто Скрывал И не Нина Слушал Я Завещаю Тебе Десять Миллионов Долга В Быстрозайме Под Семьсот Процентов Годовых Все Куда вы Собрались С такими Долгами Нина Петровна Как же Ее живи Так А Ча 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 Во многих Семьях В последнее Время Идет Дискуссия По поводу Того Кто В доме Хозяин По моему Все споры По этому Поводу Бесполезны Хозяин Во всех Семьях Один Я имею Ввиду Тещу Посвящение Любимой Тещам Мама Наконец-то Мы остались Наедине И я имею Сказать вам Следующее Мама С некоторых Пор вы Перестали Убирать В квартире Под предлогом Что вам Уже Якобы Трудно Нагибаться Мама Когда Сегодня Утром У меня Высказал Металлический Рубль И закатился Под диван Мама Вы нагнулись Так Что вам Позавидовали Быстраус Вы согнулись Пополам Просунули Голову С горящими Фонарями Под диван А вот Разогнуться Уже Не смогли В этой позе Вы пребываете До сих пор Мама Какой Прекрасный Повод Поговорить Мама Я уже Не представляю Замочную Скважину Нашей Спальни Без вашего Глаза Снаружи Я не буду Вспоминать Что вы Только Однажды Купили На своей Кровной Целую Пачку Макарон С тех пор Каждую Ночь Вы Пересчитываете А ваши Подарки Я не забуду Свой последний День Рождения Когда вы Пришли Меня Поздравить Или Как вы Выразились От Хэппи Бездить Спасибо Вам За много Функциональный Дезодорант Как выяснилось Он же Средство От Тараканов Мама Я не забуду Эту ночь Когда вы Сделали Себе Маску Из Глины Чтобы Выглядеть Как Клеопатра Вы Действительно Выглядели Как Клеопатра Если бы Она Дожила До Наших Дней Но Это Ваше Право Я только Не пойму Зачем Вам Надо Было В таком Виде Меня Будить С Тех Пор Мне Каждую Ночь Снятся Кошмары То есть Ваша Беззубая Улыбка Право Был Тесть Когда Сказал Что Один Зуб Он Б Вам Все Таки Оставил Но Чтобы Он Все Время Болел 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 Кстати Когда Я болел И Сам Себе Пытался Поставить На Спину Банки Вы Склонялись Над Моим Изголовьем И С Плохо Скрываем Радостью Спрашивали Ну Как Тебе Хуже Вы Предложили Помочь Мне Мама Потом Три Недели Семья Пыталась Отодрать Ваши Трех Литровые Банки Когда Я попросил Вас Принести Что Нибудь От Кашля Вы Подсунули Мне Сильнейшие Ослабительные Мама Спасибо Я Действительно Долго Боялся Кашлянуть Мама А эти Ваши Пельмени С сюрпризом Почему Всякий Раз Когда Мне Предстоит Важная Деловая Встреча Вы Готовите Мне Гороховый Суп От Вас В доме Одна Только Польза Когда Я Повесил На Балконе Вашу Фотографию Голуби От Страха Стали Гадить Не Долетая Итак Мамуля Вы По-прежнему Внимательно Смотрите На меня Своим Тазобедренным Суставом Наконец-то Вы Показали Своё Истинное Лицо Конечно Я бы Мог Вас Разогнуть Но Помнится Вы Не раз Просили Оставить Вас В покое Как Никогда С удовольствием Выполняю Вашу Просьбу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алё Тёща Привет Как Кто Взять В пальто АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чащика Я по какому Поводу Вам Звоню Ну что Кто Ну что Вы Ну Взять Ну тот Человек Который Обещал Вашу Дочь Сделать Счастливое Да Живой Ещё АПЛОДИСМЕНТЫ Тёщенька Я Хотел Поговорить Что Что значит Вы со мной Не разговариваете Послушать То можете АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я по какому Поводу Тут Ко мне Дружок Приехал Издалека На лифте СМЕХ Как Как это Каждый день Друзья Приезжать Да у нас Лифт Раз в неделю Работ Что значит Каждый день Пью Я Между прочим Не пью Я Борюсь С похмельем Что говорите Тёщенька Я Я По какому Поводу Вы Извините Хотел Попросить У вас Как бы Ну Чуть Чуть Денег Одолжить Посидели бы По семейному Мы С дружком Здесь Вы У себя Там Не понял Как Это Нет Денег А Что же Обнадеживаете Ну К трубке Зачем Подходите Я Извиняюсь Сейчас Что значит Я уже Брал У вас Я У вас Не брал Денег Что Я У вас Вообще Кроме Вашей Дочери Этой Красотки Вашей Я Вообще Ничего Не брал Могу Вернуть Не Если Оплатите Транспортные Расходы Не Можно По льготному Тарифу Те Я Аж Вам Отношу Почему По льготному А потому Что БУ Нет Те 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 Вы Давайте Давайте Будем Спределить Что Значит Вы Давали Деньги На Свадьбу Вы Не Давали Деньги На Свадьбу Это Была Взятка Чтоб Я Женился На Вашей Красотке Дочери Я Извиняюсь Те 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 Вы Тут Сейчас Сказали Что Как это Я Вчера Стучался В дверь Вам Вечером Все Что Вы Попали Как Я Мог Стучать Вам Вечером В дверь Здесь Я С утра На ногах Не стоял Чем Же Я Интересно Мог Тук Тук Что Зачем Помните Помните Что В коридоре Темно Было А А я Был В черных Персянках Поздравляю Поздравляю Тещенька Вы Дали В долг Негру Да Может Лукинский К Вам Заходил Вы Все Время Копили На черный День Что Свидетели Интересно Откуда Какие Свидетели Соседка Соседка Была У вас Соседка А Как Она Прямо Вот В это Время Нарисовалась А По телевизору Шел Футбол Кто Интересно Спартак Реал Ну Спартак Выиграл Уреала Теща Я Скорее Поверю Что Брал У вас Взаймы Чем То Что Спартак Выиграл Уреала Вы Тещика Вы Сейчас Сказали Что Погромче Я В этом Состоянии Плохо Слышу Есть Моя Расписка Тещика Вы Опять Попали Я Последний Раз Расписывался В ЗАГСе С вашей Дочерью Крест На своей Судьбе Поставил Теща Могу Сказать Дружок Мой Не Выдержал Нашего Разговора Побежал За бутылкой За свои Деньги Побежал А я Теща Скажу Вам Грустную Вещь Прощайте До Завтра Что У вас Вы Знаете Куда Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok